В Заполярье открылась навигация. Первым судном, прошедшим по маршруту, стал сухогруз «Поларкинг». Он вышел из Арахангельска и пришвартовался в Чукотском Пивике. О том, что доставили в самый северный город страны, Вероника Токмачёва. Небольшой буксир встречает первые судна навигации в Пивекском морском порту, самом северном в России. Теплоход «Поларкинг» проходит последние мили по Чаунской губе, восточно-сибирского моря. Здесь ещё встречаются льдины, но самый тяжёлый переход из Архангельска по северному морскому пути уже позади. Открыли навигацию здесь 2019 года, практически в июле месяце это ранее. Сейчас ещё ледовая обстановка в восточном секторе Арктики довольно-таки тяжёлая, очень много льдов. Но, значит, мы сюда прошли, в общем-то, достаточно нормально. «Поларкинг» доставил в Пивек партию сборного груза, контейнеры, технику, строительные материалы. Всего 2000 тонн. Всё то, что нужно для того, чтобы быстрее начать летние ремонты в населённых пунктах Чаунского района Чукотки. Докеры Пивекского морского порта обработали судно буквально за сутки, вдвое сократив плановые показатели выгрузки. Пивек готовится к работе в новых условиях. С вводом в эксплуатацию новых золоторудных месторождений грузооборот здесь вырастет в разы. Порт находится в стадии реконструкции. Задача стоит его расширение для того, чтобы он смог обеспечивать перевалку до 1,2 млн тонн в год. А по прошлому году это было 375 тысяч тонн. То есть это кратное увеличение возможностей нашего порта. Открытие навигации для жителей Заполярье – особенное событие. Значит, в город привезут свежие продукты, товары и материалы на год вперёд. Ещё с советских времён на Чукотке первое судно с грузом встречали добрые традиции. Капитану теплохода вручали символические ключи от города. В Пивеке решили возродить давнюю традицию. Первый теплоход посещает глава городского округа. Конечно, с подарками. От жителей самого северного города страны экипажу вручают памятную книгу и сувенир с символикой города. Ностальжи. Да. Совершенно. Вспоминания очень хорошие. В этом году навигация в Пивекском морском порту стартовала особенно активно. Вслед за теплоходом «Полар Кинг» сразу же подошёл следующий сухогруз «Арктика-2». Он доставил материалы для строительства объектов береговой инфраструктуры первой в мире плавучей атомной станции. Патес придёт сюда из Мурманска буквально через пару месяцев. Сезон навигации в Пивеке короткий, он закончится уже в октябре. За это время нужно завершить северный завоз. Вероника Токмачёва, Сергей Филимонов. Вести. Чукотка. Продолжение следует.